Ну что, все в сборе? Сегодня мы поработаем над поведением в зале суда. Я пас. И это обязательно, Диас. Завтра ты даёшь показания по делу о вооружённом нападении. Прокурор беспокоится, как ты покажешь себя на суде. А что? Нормально я покажу. Слушайте, объясню очень просто, чтобы даже эти тупари врубились. Ви-но-вен. Извините, нельзя сделать так, чтобы она перестала корчить такое лицо. Она плачет. А когда всё закончится, я найду тебя. И переломаю все твои мерзкие пальцы. Мисс Диас, перестаньте угрожать стенографистке. Это важное дело. Надо выступить хорошо. Ладно, пусть будет дурацкий семинар. Вот это настрой! Что мы делаем в женском туалете? Это идеальное место для второго урока. Гардероб для суда. Что не так с моей одеждой? Ну знаешь, некоторые могут подумать, что в чёрной кожаной одежде ты похожа на жуткого злодея. Не я. По мне, так ты сексуальный мотоцикл. Бойл, соберись. Да. Нам нужно смягчить твой образ. Моя жена и мать Чарльза одолжили одежду. Твоя жена и мать Чарльза слепы? Я выгляжу как училка. То есть, идеально? А это мой свадебный костюм. Нет. Да! Нет. Вот это отлично. Прекрасно. Выглядишь идеально для заседания суда. Свидетель ваш, советник. Детектив Диас. Всегда рад вас видеть. Да, плохо дело. Адвокат этот слащавый Гранд Хейвен. Розу он бесит. Она справится. Мы её подготовили. Не могли бы вы назвать своё имя под протокол? Откровенно говоря, я детектив Роза Диас. Ну, спасибо за откровение о вашем собственном имени. Детектив Диас, не могли бы вы сказать суду, как именно вы связаны с этим делом? Я видела, как мистер Лед избивал своего начальника аппаратом для факса. Полщики было разорвано. Из головы била фонтаном кровь. Простите, вас это забавляет, Низ Диас? Вы в порядке, детектив? Отличный совет, тупица. Я выглядела как псих. Да, тебе надо собраться. Вот, спасибо. Мне так Терри говорит, когда я нервничаю. Роза, да ты нервничаешь. Конечно, нервничаю. А в чём ты думал проблема? Мы думали, ты просто наводишь ужас и легко срываешься. Так если вся проблема в нервах, то для этого есть Чарльз Бойл. Детка, я помогу. Представь, что ты в райском уголке. Это как? Звучит тупо. У каждого свой райский уголок. Лично я представляю, как уплетаю самый длинный в мире лингвини. Он всё не кончается и не кончается. Каждые пять метров лапши меняется соус. Я в своём раю. Ммм, песто. Ммм, карбонара. Класс. Теперь есть хочу. Итак, детектив Диас, вы видели, как мой клиент борется с начальником, но не видели, кто начал драку. Откровенно говоря, я вполне уверена, что это подсудимый. Ну, откровенно говоря, вполне уверена, это слабенько. Думаю, я знаю, как всё было. Ну, откровенно говоря, всем плевать, что вы там думаете. Вы знаете хоть что-то или так? Угадывайте. Ваш клиент начал драку. Я уверена. И с удовольствием расскажу, почему. Да. Она в своём райском уголке. Я знаю, Бойл. Вот она. Диас, молодец. Его признали виновным по всем статьям. Ха! Совет Бойла сработал. Ну, так где твой райский уголок? Я в хижине. Посреди леса. Внутри только я и этот тупой, слащавый адвокатишка. И я избиваю его как следует, ломая обеденность стола его голову. Потом вырываю его руку и засовываю туда, где полная тьма. Потом сую ему руку в горло и жму его руку. Ну что ж, ладно. Пойду назначу тебе осмотр у психиатра.